Всем привет! Сегодня очень важное видео, вдогонку вот этому видео паспорт под принуждением и аннулирование векселей. Сегодня я вам расскажу, что же все-таки означает эта надпись. В прошлом видео я показывал такой документ под названием паспорт РФ, в котором женщина поставила такую роспись CF BY закорючка AR. Сегодня я подробнее расскажу, что такое CF и что такое AR и что такое BY. Вот так этот документ выглядит. Получила она его с трудом, конечно, но получила. Видео вышло неделю назад и набрало 17 тысяч просмотров. За эту неделю мне прислали множество примеров применения данной надписи. Вот, например, временное удостоверение, которое выдается при замене паспорта. Как видим, здесь тоже человек расписался CF BY, причем вместо закорючки использовал без ущерба AR. Вот такой пример прислали. Кто-то решил синей ручкой дописать вот эти буквы BY. Я не советую так делать, потому что тут явно видно, что вот эта роспись внесена одной тушью, скорее всего перьевой ручкой, а вот эти буковки написаны уже другой синей ручкой, то есть это чернила именно идут. Вот такое сообщение прислали. Добрый вечер, Антон. Я делала платеж в банке на кассовом ордере, возможно он по-другому называется. В месте, где ставится подпись, я написала без оборота на меня, затем подпись. На оборотной стороне перечеркнула страницу, ну скорее всего крест поставила. Что тут началось? Главное, вся красная стала, как свекла. Сказала, что я испортила платежку и что с этой надписью они у меня ее не примут. Хотела у тебя узнать. Они имеют право из-за этого не принимать платеж. Ну что в таких случаях делать? Нужно на любую их хотелку, на любое их требование можно, нельзя, запрещаю. Нужно всегда задавать вопрос, каким нормативным правовым актом вы регламентируете ваши действия. Тем не менее, видите, да, народ сообщает, что реакция есть на эти надписи. Еще одно сообщение прислали. Была на сделке у нотариуса, секретарь, взяв мой паспорт, примчалась с глазами по пять копеек. Это вы подписали ручкой? Я говорю, да. Вы понимаете, что ваш паспорт недействителен и вы с ним никакие сделки не сможете совершать. Побежала с ним к нотариусу. Благо, мой знакомый, сделка состоялась. Вот такую еще надпись прислали. Это в протоколе административном CFBY, закорючка AR. Об этом подробнее в конце видео. Вот такое сообщение прислали. Кардинал Миндзенти в 1948 году попался коммунистам, которые его пытали, морально и физически, и подсунули распечатанное признание. Чтоб совсем не забили до смерти, он подписал C.F. после своей фамилии. Буквально означает Cactus Feci. По-английски I have been forced to act. Я был заставлен действовать. A symbol used by many Christians to sign extorted confessions during the years of Turkish ruling Hungary. Данный символ используется множеством крестьян для подписания выбитых признаний во время правления Турции в Венгрии. 1547-1699 год. Указана ссылка. А дальше я зашел, посмотрел, кто такой Иозеф Миндзенти. Можете сами почитать. Венгерский кардинал, архиепископ Эстергома и примас Венгрии. Я еще слышал, что такую же надпись CFBY использовал некий испанский то ли министр, то ли президент, то ли монарх. К сожалению, не сохранилось. Не помню, где видел. Кто-то мне присылал. В общем, его заставили отречься от рона и он написал там именно CFBY. То есть, под принуждением, под вашу ответственность. Вот такую повестку прислали из Украины. Ну, я тут ничего не понимаю в украинском языке. Но тут видно, что криминальный кодекс КПК и здесь видим CFBY, прочерк AR. Фиолетовая ручка использована. Слово подпись зачеркнули. Не акцептуя без... Ну, тут не ясно. Без Шкоды, что ли? Без оборота на меня. Живи, мужчина, Егор. Закрыл правый угол нижний. Вот такое удостоверение личности из Бельгии прислали. Тоже поставили роспись. Бай за корючка AR и сама роспись, если обратите внимание, то есть вот так вот рисовали и в конце зачеркнули эту роспись. Вот еще один текст прислали. Антон, добрый день. По поводу написания CFBY AR. Завели уголовное дело, приехали с обыском, изъяли телефоны и технику. На конвертах, в которые упаковали, написала эту надпись и в протоколе обыска, в протоколе допроса по 51 статье тоже эту аббревиатуру. Следователь спросил, что значит. Рассказала. Начальство ему втык. Зачем разрешил писать красной ручкой? Он ответил, типа, как я могу запретить? Через три дня все вернул, конверты в урну выкинул при мне, дело закрыл по мне. А было еще два по этой же статье. Как бы нас хотели всех вместе, договорились на штраф по минимуму 12 тысяч рублей, а по статье минимум 200 тысяч. Но мы пошли ему навстречу. И он мне постоянно звонил и спрашивал, все ли у меня устраивает. И на суд приехал, чтобы все было, как договаривались, переживал. Вдруг мы откажемся и счет, куда оплачивать штраф, сразу дал нас наследственный комитет, минуя судью. Пишу вам для информации, чтобы еще раз понять, что все работает. Вам спасибо за просвещение. Благодарствую. До кучи прислали свидетельство о рождении, выданное повторно с указанием именно РССР. У народа получается добиваться, чтобы именно была страна рождения, именно РССР. А вот тот самый протокол к тому самому сообщению, где женщина писала про 12 тысяч и 200 тысяч. Это протокол уголовного дела, то ли допроса. Указаны все участники. И красной ручкой вот она тут написала. CF BY AR и закорючка. Причем рядом, не там где лицо. Подпись лица. Вот этот протокол у нее сработал. Вот такую бумагу еще прислали. Ну это вообще шедевр. Две линии косые, красной ручкой нарисованы. Отпечаток поставлен. CF BY AR написано. Без ущерба. Ну тут непонятно. Без оборота, наверное, на меня не видно. Дальше что-то. То или имя, то или что. Копирайт стоит. Борис двоеточие. Штемпель по UCC 1308.4. Суверен. Копирайт Борис двоеточие. То есть вот такой шедевр. Не знаю, как он им пользуется и пользуется ли вообще. Ну и наконец мы подобрались к значению CF BY AR. Что же это на самом деле значит? Читаем внимательно. Значение добавочных надписей к подписям. Нас интересует именно CF. Что это означает? С латинского именно coactus feci переводится как под принуждением. Дословно заставили сделать. CF можно ставить с любой стороны подписи. Например, CF Иванов и Иванов и CF. Ну сами видите. Дальше. Не проверено на практике. Также если есть подозрения, что CF могут стереть, закрасить корректором и так далее, можно CF ставить поверх фамилии. Так, чтобы данную надпись было видно. Сделать чуть больше. Несколько раз провести ручкой, чтобы надпись стала жирнее. Тоже об этом слышал. И некоторые свою роспись перечеркивают. Ну то есть пишут роспись и тут же ее через загогулину перечеркивают. А все, что перечеркнуто, является ненаписанным. Единый торговый коммерческий кодекс. ЮЦЦ. Статья 3.402. В подразделе B.1 говорится, что если форма подписи однозначно свидетельствует о том, что если она поставлена от имени индифицированного представляемого лица, например, R.A. Treasurer, то есть какой-то держатель казны, то агент не несет ответственности. Это рабочий стандарт для суда, который можно применять. То есть даже в ЮЦЦ об этом говорится. А по кодексу ЮЦЦ работают все юридические фирмы на международном уровне. Перевод на нормальный язык. Вы освобождаетесь от ответственности за то, что вас считают изготовителем, трассантом, это вексельное право, акцептантом или размещающей стороной, а следовательно поручителем, однозначно идентифицируя вашу подпись как подпись уполномоченного представителя. То есть вот это вот R буквально означает, что подписано уполномоченным представителем, то есть не персоной, а живым мужчиной. Подписание таким образом, устраняя все сомнения, однозначно указывает о том, что подписывающая сторона точно идентифицирована, но также освобождает подписавшее лицо от всей юридической ответственности за обязательства принципала представляемого лица. Надо понимать, что вашего гражданина, в кавычках, того, на ком числится счет, хотят привязать к фикции, выданной государством, Иванов Иван Иванович, ну капслоком, как в паспорте. А R буквально означает, авторазит репрезентатив, то есть уполномоченный представитель. Некоторые взаимозаменяемые примеры работоспособных подписей, то есть указывается FIO персоны, потом представлено живым человеком или мужчиной. Вот это статус максимум деминутия, то есть ограничен в правах максимально. А это уже средний медиум подписано таким-то уполномоченным представителем. Можно так сокращать, можно писать агент, можно писать AR. Но слово агент не советую, потому что есть информация, что слово агент, оно очень опасное, и навешивать его на живого мужчину пока нельзя. Еще разбираемся с этим. Еще примеры, еще примеры. И тут же аналог VC, то же самое, Vico Actus, с латинско переводится, я был вынужден. По сути, C.F и VC являются взаимозаменяющими фразами. Как это все объединяется? Можно данные надписи объединять, что и было показано. CFBY, дальше ваша закорючка или фамилия полностью, согласно ГК19RF. И аббревиатура А.Р. Авторизованный уполномоченный представитель. Так, канон 23.48. Каноны позитивного права. Все написано, прочитайте. Ну, давайте попробуем найти. Когда мужчина или женщина вынуждены подписать документ силой, такая подпись не имеет юридической силы. Чтобы убедиться в этом, мужчина или женщина могут законно выбрать один из двух механизмов для физического аннулирования своей подписи. Физического аннулирования. То есть, не было там этой подписи вообще, отсутствует. Помещая буквы VC, то есть, Vico Actus расшифровывается под принуждением с латыни, в любом месте подписи мужчина или женщина по обычаю означает принцип Vico Actus или под принуждением подписать, что немедленно делает недействительным весь документ. Весь документ недействительный. Нет у этого документа. Или второй механизм. Если подпись не может быть четко поставлена с применением силы, ну, то есть, там руки дрожат или что, или там печень отбили, то мужчина или женщина могут использовать многоточие где-нибудь в рамках их подписи, чтобы доказать, что они пытались подписать VC, это что такое? Наверное, VC под принуждением. Но в противном случае были предотвращены. А, то есть, ты хотел написать VC, скорее всего, это имеется в виду. Ну, так как это, руки дрожат и все такое, то сумел поставить только три точки. Вот, в канонах позитивного права написано. Ну, вот вам еще один вариант. Три точки поставить. Так что изучайте каноны позитивное право. Каноническое и т.д. и т.п. Иван Иванов, благодарствую, что помогаешь вести эфир. Многие меня спрашивали и возмущались, что неприемлемо писать и использовать в России какие-то иностранные аббревиатуре, в том числе и латинские. Ну, извините меня, по скриптам все используют. P.S. По скриптам-то же все пишут. Почему VC нельзя использовать ИЦФ? Ну, если вам не нравятся иностранные буквы, ну, пишите по-русски прям. Под принуждением подписано уполномоченным представителем. Под вашу ответственность. Прямо по-русски пишите. Ну, или если вас совсем раздражает это все и иностранные буквы не хотите использовать и длинно по-русски расписывать, то есть еще более универсальный язык. Намного древнее, чем любые другие языки. Называется наскальная живопись. То есть, роспись именно. Нарисовать то, что будет ясно всем вне зависимости от языка. И пример такой есть. Называется летучий голландец. Если вы что-то кушаете, перестаньте кушать. Освободите свой организм. Если вы стоите, то лучше сядьте. Потому что то, что вы увидите, меня просто в шок поверил. Вместо всяких иностранных надписей длинных можно нарисовать такой рисунок, который будет ясен всем. Смотрим видео про летучего голландца. Сначала вносится замечание, потом уже зазнакомление. Может, мне не надо рассказывать об этом? Ручку-то можно? Да, да, ручка, конечно. Сейчас я только не против. Копировальную бумагу положу, потому что копия потом оба будет предоставаться. Так, значит, смотрите. Здесь будет поставлена ваша подпись за 51-ю сетю Консольской Федерации, с которой я вас ранее ознакомил. Так. Значит, смотрите. Непосредственно вот здесь ставится ваша подпись за 51-ю сетю Консольской Федерации. Ниже видите, написано, объяснение лица в отношении которого выдвижное дело об административном правонарушении. Здесь вы пишете. Не согласны? Почему не согласны? И так далее, и тому подобное. Полностью расписывайте, после чего зверяйте все свои подпись. Это ваша подпись, я правильно понимаю? Это не подпись. Ну, мне же вам стало, что вы после этого даже зверяйте все подпись. Что действительно писали вы, а не надо. После вашего объяснения остается ваша подпись. Что пояснится? Где? Здесь нет места для подписи. Я вам еще раз поясняю. Вы заверяете, то есть вы пишете, пишете свое объяснение, подпись чего вы ставите. Здесь нет места для подписи. Я так понимаю, здесь вы отказываете ставить свое подпись? Здесь нет места для подписи. Я вам только что поясняю. Я вам только что поясняю. Здесь строчка для объяснения. Мне не важно, что вы пояснили. Хорошо, вы отказываетесь? Здесь в документе нет строчки для подписи. Понимаете это или нет? Я вас понимаю, вы даете объяснение, понимаете? После чего вы заверяете данное объяснение своей подписью? То, что действительно это писали вы, собственно, лично, верно? Нет, не верно. Это только может исследовать вашей логике, если не более того. Здесь вы отказываете стать свою подпись, правильно поднялась? Замечательно, хорошо. Значит, смотрите, рассмотрение будет, значит, проходить в городском суде города, значит, по адресу... Еще секунду, еще тут. Замечательно, и закоплю протокольчиком вашей подписью, чтобы вы уведомлены в месте рассмотрения данного материала. Я вам поясню, где будет рассмотрено. Какие-то в расписку брали с гражданами или что-нибудь? Или отказываются тоже это делать? Все, по-моему. Значит, смотрите, копия данного областного материала. Можете сравнить ее с номером протокола, пожалуйста. Сравнили? Все сходится, все верно. Сравнили? Все сходится, все верно. Поняли. Антон, привет. Это хозяин летучего голландца. Ага, здорово. Привет. Слушай, ну, какие хочешь узнать подробности? Ну, расскажи, что там, получается, вас с женой задержали в этом магазине, да? Можно я тут немножко растяну? Ну, как бы так, постараюсь покороче. Давай. Смотри, мы пришли в магазин, время было ночью уже практически в 11 часов. Ходили по магазину и, как бы, выбирали себе вкусняшки на вечер. И там находились два ППС-ника в магазине, они тоже себе что-то покупали. Мы прошли мимо. А мы, когда ходим по магазину, мы, ну, как бы, знаешь, я вообще никогда не напяливаю маски. У меня жена иногда одевает, чтобы не конфликтовать лишний раз с кассиром. Ну, и мы, значит, прошли мимо, они нам сделали замечание. Маски оденьте. Вот так вот, безусловно, звучало. Ну, как бы, меня тоже иногда легко зацепить этими делами. Я сказал, вы не хотите ко мне официально обратиться, как следует закон о полиции? И это их задело. Это их задело. Они стали, значит, нас тут по магазину преследовать. Мы пошли на кассу, как бы, не обращая на них внимания особо. А они, значит, решили нас оформить сразу же материал. Мы сейчас вас увезем в отдел и все такое. Ну, и после этого мы, когда на кассе расплачивались, жена у меня расплачивалась маски. А я рядом просто складывал товар. И с этого момента я чувствую, что сейчас тут будет интересный контент. Вытащил телефон и стал записывать. Ну, остальное, наверное, видел. Да, если смотрел ролики. Вот таким образом. То есть, в конце концов, там получилось как, что жена, значит, дала свои данные. Они, видимо, пробили там по базе, да, там протокол составили. А подсунули ей на подпись. Я ей рекомендовал не подписывать. Ну, в итоге копии-то ей не отдали. Это уже нарушение. А я свои данные не давал. Я только сказал имя. И они решили меня опущить в отдел для установления личности. Ну, а в отделе уже второй раз предложили мне эту тряпку. Я отказался. И они второй протокол составили вот за этот уже случай. Вот таким образом. Так, а как тебе мысль-то пришла? Я там видел, ты там CFB, использовал AR. А потом, как тебе пришла мысль вообще летущего голландца им залепить? Ты знаешь, настолько уже эта игра как бы становится смешной, что я подумал, что на войне все средства хороши, а в игре любой ход может, ну, не знаю, любой ход может привести к победе. И неважно, какой цель она достигнет. Ну, я когда увидел этого летучего голландца, я смеялся на минут 10. Не мог остановиться. А потом я произнес такую фразу, что я готов прямо сейчас выложить и положить на стол уже 10 тысяч рублей. Если мне позволит увидеть глаза хотя бы того дежурного или этого секретаря суда или черной мантии, которые вот увидят вот это, и вот первые секунды вот их реакции, вот мне интересно, как они отреагируют. Да, я бы тоже очень с большим удовольствием на это посмотрел. Но мне кажется, дальше, чем начальник отделения, про эти протоколы не пошли никуда. Потому что, насколько я знаю, они подписываются сначала начальникам, а потом отправляются в суд. Ну да, то есть по факту получается на жену протокол, который она не подписала, дошел до суда, а твои два протокола, они не дошли, да? Да, получается, что они где-то растворились. На каком этапе, я не знаю, но в дальнейшем меня не интересует. На сайте суда до сих пор их нет? На сайте суда до сих пор их нет, хотя составлены они, ну, то есть, следуя из логики, они составлены в течение буквально трех часов все один за другим. Получается, протокол на физлицо жены имеет номер 27, там последний, да? А на мое физлицо два протокола, последующие номера идут 28, 29. Вот, то есть они бы, если пришли, то пришли все вместе, эти протоколы. Ну, вот, как-то так. Я думаю, что они потерялись. Пусть останется, пусть вот эти вот позор, их не всплывет, может быть, всплывет, потому что я знаю, что в Аршанской области есть тоже твои подписчики, среди моих знакомых, ну, не близких, но знакомых есть. Так что я думаю, что увидят это все дело. Добро, и от тебя нужно добро разместить этот аудиоразговор для всех, строй в видео. Да, конечно, с удовольствием. Даю добро, даю добро. Благодарствую, тоже интересный лайфхак. Подожди, я вот еще смотрел, ну, как бы, открывая картинки, смотрю первую страницу, там какая-то, ну, непонятная закорючка стоит, вообще непонятно на что похоже. Ладно, думаю, наверное, где-то я сейвбай нарисовал. Листая дальше, смотрю, действительно, сейвбай стоит. Ага, почитал, почитал, и хопа-на, летучий голландец. Ну, я оборзался вообще. А скажи, пожалуйста, как ты понял, ролик назвать? Летучий голландец или... Ой, забыл уже, это, ну, у меня же двойные названия всегда. Ну, да, да, в общем фигурировать будет, да, летучий голландец. Ну, да, вроде как с крыльями. Ну, хорошо, надеюсь, все так все прилично будет, ну, как бы, в том плане, что никаких банов от Ютуба не получишь, да, изображения вот такие. Ну, я тоже об этом думал, и, как бы, ну, сомневался, думал, что там, как это отреагирует Ютуб вообще, как Рэфи отреагирует. А потом, бац, и это, приходит новость, что в Суицком канале же этот сухогруз встал. Видел? Да, 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 видел. Так вот, он перед проходом с помощью GPS на карте нарисовал то же самое, тоже летучего голланда нарисовал. А, да? Да. Очень интересно, очень интересно. У меня в этом сейчас все каналы показали, что он нарисовал летучего голланда. Ну, значит, это новый тренд будет. Видишь, у тебя протокол не зашел в суд, а у них судно не вошло в канал. И у них судно, да, судно не зашло. То есть провести аналогию можно какую-то. Вот, понимаешь, я когда озвучиваю какой-то вопрос, даже мысленно, мне вот творец вот такие новости присылает. Да. Очень интересно, конечно, такие вещи. Ну, я думаю, что с этим судном тоже все не так просто. И это новая серия какого-то кино, общемирового. Не, ну это ясно, но совпадений не бывает. Я когда увидел вот твоего летучего голландца, у меня единственная фраза возникла, вот именно летучий голландец. А почему летучий голландец? Я все задавал сам себе вопрос. А тут бац, и новость. Вот, пожалуйста, корабль застрял в Суйском канале, а до этого нарисовал точно такой же летучий голландец на карте. Вот про это я не знал. Ну вот, посмотри. Хорошо. Сейчас переставим новости, посмотрим. Ну все, добро. Всего хорошего. Благодарствую. Благодарствую. Сравнили? Все сходится, все верно. Сравнили? Все сходится, все верно. Все сходятся, все верно. Субтитры создавал DimaTorzok